МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа День с толком в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Не может же обычный житель принести, к примеру, 20 палаток, или 20, или 40 пар обуви. Даже носки лишними не будут. Как барнаульцы собирают бойцов на фронт? И кто занимается сбором помощи мобилизованным? Будем перепрыгивать. Сами посмотрите. Это как вообще? Почему у жителей на переулке Ядренцево жизнь пошла под уклон после обустройства тротуара? Жители края сегодня увидели солнечное затмение. Как к этому явлению относятся астрологи и ученые? Из Барнаула отправили уже несколько машин с вещами, которые пригодятся мобилизованным на учениях и на спецоперации. И эту помощь волонтеры считают уже в тоннах. Есть ли какой-то четкий список того, что приносить можно, а что может оказаться лишним? Смотрите в сюжете. Это дизельный отопитель, который бездымный. Он достаточно экономный, заливается дизелью. Даже вот такие вещи есть. А еще продукты длительного хранения, предметы личной гигиены и многое другое. В начале октября в Барнауле официально открыли несколько пунктов сбора в каждом районе. Мы формируем вот эту помощь относительно того, что принесут нам люди. Да, мы понимаем, что есть определенный рекомендованный перечень, но мы ни в коем случае не ограничиваем наших жителей. Также обращаются семьи мобилизованных, потому что с их родственниками есть контакт, есть обратная связь, есть определенная потребность в чем-то. И мы делаем все для того, чтобы обеспечить, удовлетворить эту потребность. Конечно, запретить мы жителю, который принес, ну так скажем, ну не совсем нужную вещь, мы не можем. Потому что, во-первых, это человека, ну, по сути, обидит. Особенно нужны сейчас теплые вещи – термобелье, перчатки, берцы, стельки. В пунктах сбора, напоминаю, деньги они не принимают. Лучше принести, например, лекарства – парацетамол, аспирин, бинты, жгуты, кровоостанавливающие препараты. К помощи сегодня присоединились и организации. Они помогают с достаточно дорогими товарами – приборы ночного видения, экипировка. Ну, не может же обычный житель принести, к примеру, 20 палаток, да, допустим, там, или 20, там, или 40 пар обуви. Но, тем не менее, бывают и такие. Пункты сбора работают каждый день с 10 утра до 6 вечера. С начала октября удалось отправить порядка 700 коробок с вещами. Это три машины, которые отправились в Омск и Валейск. Помимо пунктов, развернутых мэрией, сегодня в городе помощь оказывают и общественники. Очень много активных групп. С большими мы взаимодействуем, где-то помогаем с отправкой. Да, мы видим, что люди в едином порыве хотят помочь, но пока, как таковой, единой структуры, единой системы в помощи, поддержке нет. И наша задача сегодня как раз эту структуру организовать. Пожалуй, самую большую группу волонтеров создали в телеграм-канале «Добрая воля-22». На данный момент в ней состоят более 7,5 тысяч человек. В нами собрано и подготовлено более 1200 индивидуальных медицинских аптечек. Добровольцами сварено 58 печек буржуек. Спальный мешок, балаклавок, резиновые сапоги, термобелье, носки, перчатки. Это мы вообще не считаем, это учету уже не подлежит. Это мы считаем тоннами. Помощь будет требоваться и дальше. Ведь сегодня в крае проводили очередную партию мобилизованных. А накануне первые бойцы из региона уже отправились с учений на спецоперацию. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком. Следить за безопасностью и правопорядком в Алтайском крае теперь будет оперативный штаб. Его создали после того, как президент России ввел в регионе уровень базовой готовности. По словам губернатора Виктора Томенко, край продолжит работать в обычном режиме. Но на некоторых объектах, особенно важные инфраструктуры, усилят меры безопасности. Больше внимания уделим в самое ближайшее время, уделим местам массового пребывания людей. Поэтому это касается наших многих отраслей и социальной сферы, да и реального сектора экономики. Положению дел на транспорте, конечно. Это основные направления, где нам будет необходимо несколько усилить нашу работу. Заседания штаба будут проходить еженедельно. Всем руководителям городов в районах края предложено при необходимости обращаться с вопросами и предлагать новые идеи. Напомним, введение уровня базовой готовности предполагает проведение мероприятий по защите населения и территорий от ЧАЭС природного и техногенного характера. Недавно мы рассказывали о ремонте пешеходного тротуара вдоль переулка Ядринцево. Этого события жители очень ждали, ведь ходить там или проезжать с детскими колясками было затруднительно. Тротуар уже доделали, но местные разделились на два лагеря. Кому-то ремонт пришелся по душе, а для кого-то стал очередным испытанием. В проблеме разбиралась наша съемочная группа. Долгожданный пешеходный тротуар на переулке Ядринцево наконец-то делают. Местные жители рады, дорожки уже прокладывают, но все-таки в этот раз без проблем не обошлось. Она как бы неровная, все равно это под уклоном, это будет скользить. Это опять во двор мне будут стучать, звонить, люди падать будут и говорить, помогите, спасите. Добавок, я на машине просто сюда не заеду. Вот так вроде бы кажется ровно, а вы же просто наклоните и посмотрите вот этот вот сбор, вот так вот. Эта вода будет затекать. Оксана и сама с нетерпением ждала ремонта тротуара. Надеялась, что наконец-то вода не будет течь на ее участок. Но после ремонта проблем даже прибавилось. Неровности остались, а проложенные бордюры оказались слишком высокими. Из-за них заехать на машине во двор невозможно. Ворота и вовсе стали открываться не до конца. Неравнодушные строители, конечно, помогли женщине переварить дверь в другую сторону, но что-то пошло не по плану. Из-за резкого уклона дороги на подтопление участка жалуется соседка Наталья, дом которой находится в самом низу улицы. В дорожную ходила администрацию, вот они мне там сделали слив хотя бы, трубу поставили. А то же все с горы идет, оттуда, оттуда, со всех соседей. Все равно натопляет, все равно, потому что дом-то стоит в низине. Мы сделали запрос в комитет по дорожному хозяйству города, чтобы они помогли разобраться в ситуации. Нам пояснили, что просьбы жителей из-за сложного рельефа старались учитывать, но готовы встретиться еще раз. На 26 октября запланирована встреча представителей комитета и автодорстроя Барнаула с жителями дома номер 101А по переулку Ядринцево. По результатам выезда будут определены мероприятия по устранению выявленных недостатков и проведены необходимые работы. Мы продолжим следить за развитием событий, но не можем не отметить, что все-таки большая часть жителей переулка ремонтом все-таки довольна. Вообще работой, вообще очень довольна, большое спасибо им. Они когда начали работать, приехали, в первый же день мы сразу сказали, нам пожалуйста вот так, у нас въезда не было. Вот они нам въезд сделали, все, и мы благодарны, спасибо большое. Очень благодарна за дорогу, так как мои дети ходят в школу и в садик. В кадр не попадай, это самое. Ширина такая, а то мы ходили, вот такое было узко было, вообще невозможно. Ноги ломали, и сейчас вообще не надышусь на эту дорогу. Мария Мацаева, Андрей Печоркин. День с толком. Шеф-редактор телеканала «Толк» и моя коллега Елена Макаренко стала победителем 17-го межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь-Про». Накануне вечером в Новосибирске состоялось награждение. Мой материал одержал победу, он был посвящен теме онкологии, а точнее тому, как семьи, в которых есть онкобольные дети, учатся справляться с этой проблемой. И не просто с ней справляться, а по возможности полноценно жить. Очень рада, что стала победителем эмоций непередаваемой. Единственный победитель в данной номинации, что весьма престижно было, порядка 900 работ. Но вот, как говорят жюри, отобрали самые хорошие. Жюри отметила материал Елены про детскую онкологию. Работа признана лучшей в номинации «Здоровье» категория «Журналист электронного СМИ». Отметим, что всего на конкурс было представлено 915 заявок от журналистов со всей Сибири. Сама Елена сейчас находится в Самаре, поехала получать еще одну журналистскую награду, но она смогла выйти с нами на связь. Очищали воду, выпекали пряники, показывали необычных роботов. Фестиваль науки Алтая проходит в краевой столице. Студенты вузов Бийска и Барнаула собрались в одном месте, чтобы поделиться научным опытом. За новыми знаниями отправилась и наша съемочная группа. Андрей – студент Бийского университета. Робототехника – дело всей его жизни, рассказывает парень. Вот и сегодня он привел своих механических питомцев, чтобы показать их другим студентам и школьникам на научном фестивале. Я собирался по инструкции, собирал порядка 7 часов. За счет маленьких деталей, она крепится на шурупике, на маленькие детальки, я в одиночку собирал достаточно долго. Поделиться научным опытом съехали студенты Бийских и Барнаульских вузов. Простым языком они объясняли школьникам сложные научные открытия и показывали, как современные технологии могут улучшать качество жизни. Вот, к примеру, агрегат, который фильтрует воду. Снока представляет из себя мембрану, которая способна пропускать только молекулы воды и способна задерживать другие любые загрязнения, вплоть до солей, молекулярных растворов. А вот обратный очищению воды процесс. Прозрачный раствор никакого цвета. Капаем и раствор БАМ, и сразу розовый. Это что за волшебство, что за вещества? Это алфимия, ребята. В этом году по указу президента годы с 22 по 31 объявлены десятилетиям науки. Наш край от научных исследований и технологий не отстает. Фестиваль знаний на Алтае проводят уже в 12 раз. Он приурочен к Всероссийскому фестивалю науки. Дети будут основная аудитория, поэтому у нас здесь мастер-класс по украшению кондитерских изделий. У нас здесь водоподготовка и у нас здесь небольшой мастер-класс химического направления. Это мы показываем цветные опыты. Каждая площадка является уникальной. Она предоставляет нам возможность увидеть, как живет каждый вуз в своих научных исследованиях. Каждый вуз постарался чем-то удивить. А вот гордость алтайского птицеводства. Два голубя – алтайский шалевый и барнаульский монах. Этих красавцев вывели у нас в регионе. О них рассказывают студенты биологического факультета. Эти две породы славные. Почему? Потому что такие красивые украшения. Шаль. Почему алтайский шалевый? Потому что накидка, как будто как шаль. А вот вторая порода голубей – это барнаульский монах. Она тоже славится своими красивыми перьевыми украшениями. Как будто, знаете, накидка, монашеское одеяние. На каких факультетах студенты бы не учились, их объединяет одно – тяга к науке. Кстати, приобщиться к знаниям приглашают и всех желающих. С 21 по 30 октября во всех вузах нашего региона открыты двери для школьников и студентов, которые увлечены научной деятельностью. Посетить можно лаборатории и учебные центры вузов, а также принять участие в интеллектуальных играх и мастер-классах. И даже задать вопросы ученым. Дурным знаком считали это явление в древности. Да и сейчас, накануне редкого события, астрологи предупреждали жителей быть аккуратнее в принятии разного рода решений. На Алтае сегодня наблюдали солнечное затмение. Как часто его можно увидеть и как оно воздействует на людей, узнал наш корреспондент. С точки зрения научной, солнечное затмение и взаимодействие двух светил Солнца и Луны. Солнце закрывается нашим ночным спутником, но это происходит в дневное время суток. К сожалению, наблюдать это эффектное явление жители края могут не всегда. Но на этот раз нам, как и жителям Ханты-Мансийского автономного округа, повезло. По затмениям, конечно же, определяются разновидности. Они бывают полными и частными. Когда происходит полное затмение, то мы можем видеть корону, солнечную корону. И, соответственно, в дневное время суток становится темно до такой степени, что можно увидеть самые яркие звезды. В нашем регионе такое затмение жители в последний раз наблюдали 14 лет назад, 1 августа 2008 года. Сегодня же мы видели частное затмение. Луна закрыла не весь диск, а небольшую часть. Посмотреть затмение целиком не получилось. На Алтае была видна лишь начальная фаза, первые 40-50 минут. Затем солнце просто спряталось за горизонтом. Следом за солнечным, 8 ноября нас ждет лунное. Этот период называется коридором затмений. Этот период очень важен для человека. Ему важно понять вообще, что происходит, какие ситуации происходят с ним. Потому что именно в этот период происходят кармические события. И они показывают именно, идет ли человек по своему пути, по пути своей души, и отрабатывает ли он свои кармические задачи. Бессонница, тревожное состояние, конфликты – тоже следствие коридора затмений. Чаще случаются аварии, несчастные случаи. По словам Инны, смотреть на такие явления не рекомендуется, из-за плохой энергетики самих затмений. Однако в Барнауле даже организовали наиболее удачную точку для просмотра – на горный парк. Для любителей астрономии на самой высокой галерее установили телескоп. Жители могли безопасно для глаз наблюдать за небесным светилом. Очень хотелось бы направить, например, людей, интересующихся астрономией, на следующее комфортное наблюдение за Солнцем. А произойдет оно 1 июня 2030 года. Если вдаваться в детали, то солнечное затмение – явление не такое уж и редкое. В среднем за 100 лет оно происходит 237 раз. И ярые фанаты, конечно, могут ездить по миру и собирать их в свою копилку. А вот жителям края в ближайшее время вряд ли повезет. Очередное полное затмение у нас можно будет увидеть только в далеком 2142 году. Юлия Щепина, Андрей Печоркин. День с толком. Команды мастеров края продолжают удивлять болельщиков хорошей игрой. На этот раз баскетболисты Барнаула принимали руну из Москвы. И хотя хозяевам не удалось обыграть грозного соперника, болельщики остались довольны игрой. Как проходил поединок, расскажем далее. Еще до стартовой сирены было очевидно, что в матче с Руной хозяевам паркета придется куда тяжелее, чем в прошлом матче с «Локомотивом». Ведь гости – финалисты прошлого сезона и одни из фаворитов нынешнего. Состав у москвичей остался практически без изменений. Все лидеры на месте. Команда выдала стабильный и ударный старт. Две победы в чемпионате из двух возможных. Но наш Барнаул не стушевался, а гости были к этому не готовы. Тяжелый для нас матч, несмотря на большую разницу в счете, предложилось предварить максимальные усилия, чтобы сравнить чашевую строку в нашем гонке. Уделили его полученные меманды второй тройной лидерам, команды соперник от защиты сыграли. Встречу в Барнаул начал по-хозяйски. В первые минуты наши уступали лишь в один балл, а вторую четверть хозяева и вовсе выиграли. Однако, хелесово пита нашей команды пока что именно вторая часть игры. Хозяева потеряли игровое пыло, а опытная руна этим воспользовалась. Итоговый счет 73-93 в пользу москвичей. Мы можем играть с любой командой в нашей леди. С любой командой. Мы можем играть на равных, даже с такой сильной командой, как руна. Но еще раз игра показала, что нам, чтобы побеждать эти команды, нам не хватает немножко сил, немножко энергии, немножко детератации, конечно. Но в общем, настрой ребят мне сегодня понравился. Особенно, что не понравилось. После четырех игр наша команда занимает 14 место из 15 в турнирной таблице с активом в 5 очков. Отмечу, что это только начало сезона. Отрывы минимальны. Например, «Динамо» из Владивостока идет на первом месте. И у них всего 8 очков. Все еще впереди. Следующий матч «Барнаул» проведет на выезде против «Купола Родники» 31 октября. Дмитрий Дроздов, Андрей Печоркин. День с толком. А на этом у меня все новости. Смотрите нас на 22-й кнопке и в соцсетях. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эволар». До встречи в эфире. Продолжение следует.